приветствую всех иконоделов на канале преображенский арт на связи с вами виталий это видео о том как я написал свой первый лик на ipad конечно же ты скажешь эй да постой что вообще для этого нужно что же давай разбираться вместе первое это ipad лучше про 2020 он современный мощный быстрый но если на эту модель не хватает то можно и крошку 2017 кстати у меня такой еще понадобится пенсил это такой специальный и плоский карандашик ну и перчатка для художника и конечно же самое главное это программа с помощью которой все это делается ее название прогреет прежде чем начать посмотри на компоновку экрана надеюсь ты заценишь это и продвинешь видео в топе своим лайком или комментам а лучше и тем и другим смотри внимательно первое это рабочая область здесь будет показан весь процесс написания лика второе это рабочий образец иконы из которой я писал 3 это рабочая палитра цвета на палитре взятые пипеткой с качественного исходника ну и последнее это рабочие кисти их не так уж и много это те художественные инструменты которыми я работал а сейчас усаживайся поудобнее поскольку видео будет достаточно продолжительным а еще лучше заварить себе какой-то горячий напиток не знаю что ты там любишь или чай или кофе ты готов тогда смотри и слушай как это было первым делом я подготовил для себя прорезь следующим шагом была находка самой кисти очень важно было найти такую кисть которая имитировала бы мазки настоящей кисти в наборе самой программы прокреет их достаточно много и мне довелось немного покопаться чтобы найти похожую на мой взгляд самой близкой к этому оказалась кисть под названием мокрый акрил которым я в основном работаю в стадии роскрыша она немножко сложная тем что ты не знаешь как в целом поведется след отпечатка этой кисти плюс есть еще две функции инструмента кисти это ползунок с масштабом штампа кисти а также функция прозрачность если первая по масштабу сложность состоит в том чтобы попасть в модуль то со вторым также необходимо нащупать вот эту полупрозрачность чтобы не была сильно концентрированная чтобы не были они слишком прозрачными самого начала вы могли видеть как я подбирал санкирь для первого слоя и так как это был мой первый опыт и меня смущало все белое окружение то в целом я не попал тогда я взял тот же санкирь но немного потемнее и раскрыл второй раз заново после достаточного набора роскрыши санкиря я немножко затонировал волосы спасителя общим коричневым оттенком в целом я работаю кистью мокрый акрил но иногда уже пробую и среднюю кисть также взяв цвет первого света я пытаюсь той же кистью мокрым акрилом набрать общие пятна первого света это все скулы щеки нос надбровные дуги естественно тут можно проследить эту проблему кисти которую я озвучивал ранее то что она недостаточно покрывает плотно для избежания этой проблемы я прибегаю к средней кисти делаю штамп и он большим делаю настройку прозрачности под элисировку и таким образом немножко добираю в тех местах где это более необходимо первый свет то есть речь идет об уплотнении далее ставлю первый свет в области чела это надбровные дуги и сам лобик тут самое главное и важное анатомически подчеркнуть правильность силуэта поэтому исходя из вашего знания анатомии чем лучше вы это сделаете тем в целом более результативно она будет выглядеть в комплексе также еще добираю очень сильно проглядывается еще санкирь поэтому его необходимо приглушать это я делаю также с помощью первого света также вы могли увидеть как я приглушил прорезь она стала менее активна это мне помогает в целом увидеть сочетание гармонию общего колорита когда я уже закончил работу с первым светом беру цвета второго света и также в местах геометрической плоскости где это необходимо также прохожусь набираю второй свет в целом уже можно видеть немножечко как появляется форма в некоторых местах видно проглядывание санкиря и для избежания такой активности я также применяю среднюю кисть лессировочный такой метод для уплотнения набора также здесь вырисовываю самые такие яркие читающиеся фрагменты или моменты на этом изображении так как она тринадцатого века и вот эти как раз моменты скулы они очень выразительны далее взял среднюю кисть и регулируя величину штампа прохожусь в доборе где сколько это необходимо и в какой мере естественно таких участках где носик это маленький штамп для удобства совсем другое дело это в других местах лоба щек где необходимо добрать более массивно общее впечатление складывается как работа с пулевизатором сейчас ведется работа на участке шеи также прокладываю общие пятна первого света вот сейчас как раз видно работу средней кисти на прям как какой-то пулевизатор лессировочная просто выравнивает добор тона первого света стоит отметить что в области личного я начинал первый свет кистью мокрым акрилом но здесь в области шеи я решил попробовать именно средней кистью и вот вы видите результаты здесь средней кистью уплотняю первый свет где это необходимо все уплотняю в принципе принципы работы точно такой как и в яичной темпере то есть где не хватает этого там еще добавляется красочный слой но в данном случае это работа с цветом работаю с вторым светом в области шеи ставлю его в области движков и растушевываю его по мере необходимости то есть вы увеличивая его плоскость второго света вторым светом добираю участки где-то еще необходимо сделать далее переключаюсь на зеленоватый оттенок работаю с рефлексом холодненький такой зеленоватый цвет с помощью средней кисти элисировочно в области на стыка первого света с санкерем делаю такой мягкий очень мягкий переход это все хорошо отчитается с помощью холодненького рефлекса зеленоватый оттенок больше уже начинаю концентрироваться на деталях работаю в области рта усов сейчас я взял оттенок каштанового цвета коричневого и в области броды набираю первый такой тон под прядями бороды прохожусь в области усов далее я спускаюсь в область бороды и работаю над каждой прядью прорабатываю более выделяю ее фрагментарно также перехожу на части подбородка и нагоняю общий такой тон подмалевка этого каштанного цвета немножко набираю общие пятна коричневым цветом зрачки прокладывая первые такие линии здесь я уже работаю с кистью рапидографа вот и делаю описи это глазки веки темным тоном прошелся в области зрачков вырисовал зрачки далее века где это необходимо еще больше уплотняю радужку подчеркиваю если взяться и присмотреться к фотографии исходника которая благодаря сайту ruicon.ru наличествует в сети то там очень хорошо читаются вот эти все моменты и соответственно если вы достигнете с максимальной схожести с этим исходником то и чувство у зрителя будет от увиденного как от настоящей иконы подчеркиваю здесь все детали глазок это в частности радужка брови в общем работаю с усилением темного тона перешел на область век очень важна такая правдивость в мазках все это снова я повторюсь добиваюсь с помощью кисти мокрого акрила не забываю об ушках работаю с первым светом в таком виде надо помнить что левое ушко спасителя всегда чуть чуть более развернуто и в масштабе оно больше нежели правое также работаю с мешочками глаз тоже мокрой кистью сейчас начинаю работать с румянами то есть алым цветом начинаю подчеркивать области ноздри носика также прокладываю цвет на устах особенно верхняя губа она должна читаться прям очень ярким таким алым цветом также прокладываю нижнюю губу ну и дальше немножко вниз спускаюсь добираю добираю очень осторожно и легко в области рта также насыщаю первым светом область подбородка его верхнюю открытую часть так работаю дальше с красным цветом в области глаз это слезнячки это также линия такая подчеркивающая века также беру среднюю кисть и нагоняю лисировочными такими пятнами очень очень так осторожно с чувством румяна взял каштановые темные работаю рапидографом и делаю описи то есть делает такие обводки в области носа устов разрез между губами также усы вот здесь снова пришлось мне вернуться к первому свету чтобы чтобы дописать свет над верхней губой ну и где это необходимо еще уплотняю все уплотняю разными цветами где какой просится это уже тоже я руководствуюсь классической такой анатомией где необходимо румяными где необходимо рефлексами также где не хватает первым светом и все зависит от задачи то есть если необходимо уплотнять то первый помощник это средняя кисть если же создать факторность создать живость то скорее всего это мокрый акрил кисть так называется также взял темный алый и еще подчеркнул более верхнюю губу также темным тоном практически черным практически близко достаточно прорисовываю некоторые моменты на усах то есть отдельные такие волоски тоже элисировочно вот вы обращайте пожалуйста внимание на ползунок на какой метке прозрачности находится ползунок этого инструмента где необходимо еще добираю темного цвета более детально останавливаясь на каждом фрагменте пряди бороды уже более отчетливее можно прочесть ту или иную прядь пасма бороды добираю подмалевок каштанового цвета сейчас пошла работа с волосами работаю над внешним силуэтом также подчеркиваю тем же тоном обрез вокруг личного где это необходимо растяжки делаю элисировочно от внешнего силуэта волос вот таким образом создается глубина работаю над тем чтобы в общем впечатлении создать объем общий такой объем всех волос перехожу на санкирь не хватает еще в таких теневых местах где носик и под бровями не хватает темного тона и поэтому я немножко беру темнее нежели цвет санкиря и тоже лисировочно прохожусь и насыщаю эти участки сейчас я взял цвет подживочный и уже под движками стараюсь набрасывать такие вот моменты где в будущем будут уже прочитываться движки пока еще подхожу очень осторожно с чувством стараясь не переборщить метод у меня такой называется живой потому что очень легко перетянуть лучше работать осторожно не дотягивать и с чувством с чувством потихонечку все вытягивать в меру для хорошего прочтения так положил уже на щеках подживочные сейчас на надбровных дугах так сейчас на лбу образ такой удачный попался здесь достаточно легко это все делать получается вот такая разводка влево и право но фактически уже можно видеть как в целом что-то уже вырисовывается вот не хватает еще какого-то света и беру снова среднюю кисть и добираю дотягиваю потому что очень сильно читается из-под света санкирия темные пятна поэтому устраняю с помощью средней кисти эту проблему взял крупный штамп и лисировочно лисировочно все уплотняю в целом уже начинает как-то светиться как-то играть конечно тут еще не хватает тонального темного такого пятна я говорю о зрачках то есть я не в полную силу еще их взял конечно же я это все буду исправлять что еще хочется сказать что тут есть инструмент слоев и соответственно это намного упрощает жизнь сейчас я работаю над движками делаю их более активными тут самое главное самое главное в движках это соблюсти форму и направление также выбрать акцентность если вы все это чувствуете чувствуете форму то я думаю больших проблем у вас не будет в любом случае здесь легко исправить удалив или тапать назад то есть отменяя действия и повторяя уже как это необходимо сделать сейчас ведется работа над волосами точнее над прядями вот я пробую ставить первый свет и стараюсь внутри силуэта волосов подчинять общие логики волосов все остальные модули отдельные отдельные модули прядей и в целом вот вырисовывается такое общее движение как они падают как они сменяются переходя из одной в другую такими общими широкими мазками снова же работаю мокрым акрилом это мне дает такую фактурность далее взял свет второй более активный и уже внутри этой одной широкой пряди делаю такие две тоненькие пряди то есть такую внешнюю и внутреннюю вот это повторяю практически везде но с такой логикой чтобы уменьшать активность прядей ближе к внешней линии влаз то есть чем ближе клику тем больше активность и света в том числе на прядях таким образом следуя этой логике читается общая форма всего лика и в частности влаз спасителя далее я взял еще посветлее свет и рапидографом более акцентно так точечно начинаю активировать самые близкие пряди к лику и происходит то что я упоминал раньше то есть форма начинает сверкать играть и ее легко читать любому зрителю так далее я взял темный свет и с помощью рапидографа я буду делать описи даже это скорее не описи это притинки это такие притинки но как бы уже плавно переходящие в описи специально для этого я активировал прорезь для того чтобы четко увидеть внешнюю линию влаз дабы я не заходил уже за ее пределы это мне помогает делать работу аккуратно набираю притинки в тех местах где это необходимо это все по внешнему контуру а также ближе к лику в области шеи особенно слева справа а также ну по всему контуру личного здесь еще интересная такая в левой части спасителя его спасителя такие темные пряди это такая особенность данного образца дали далее я взял тон еще потемнее и уже делаю такие конкретные описи на волосах прямо такие делаю четкие линии так обхожу по по внутреннему контуру тем самым разделяя четко более делая выразительным границу между личным и волосами и также прохожусь по внешнему контуру всех волос спасителя таким образом уже более цельно выглядит часть волос и сейчас вот я перешел на личное более сильно более активными делаю темные тона на бровях веках в общем перешел к глазам сейчас сильно достаточно активирую зрачки темные пятна сразу же после активации темных пятен мы видим как в целом более выразительным становится образ сразу видно вот именно чего не хватало еще добавить для общего такого впечатления так сейчас я убавил прозрачность на прорези играясь со слоями с помощью галочек сейчас я перешел к части броды и усов также взял рапидограф и лисировочным методом работаю с такими штрихами линиями которые также более выразительно показывают волосы на усах на бороде в области конкретной пряди того или иного фрагмента также где не хватает еще каштанов цвет я добираю в нижнем слое под темными этими волосами в общем растушевываю делаю более активным каштановые пятна это подложка помогает мне еще более выразительно прочитывать зрителю темные волосы так ну и перехожу к бороде здесь более так графично в некоторых участках возле ушка вот вы могли увидеть даже если присмотреться к исходнику ссылочку на исходнике оставлю в описании к видео вы можете проанализировать это некоторые части вот даже здесь на подбородке я так графично вот это делаю и в целом для зрителя в общем кажется такой себе легкий переход также перешел на бороду на два вот таких главных раздвоенных участка внизу более больше прорабатываю как раз их потому что эти два раздвоенные участка они как бы самые такие важные и постепенно от них больше у нас три четверти читается левая часть спасителя соответственно от левого уха и до нижней части бороды вот этот кусок фрагменты больше прорабатываю нежели правую его часть сейчас я перешел на глазки и делаю такие отблески в белках сделаю также подложку по санкирю подложка состоит из холодного синеватого синеватого оттенка поверху достаточной тоже светлости тона подчеркиваю под радужкой зрачка также активирую более саму радужку аропедографом подчеркиваю ее контур также внутри зрачка немножко добираю каштановую насыщенность и где это необходимо подчеркиваю мешочки глаз в общем работаю с темными пятнами сейчас перешел в глазах показал раздвоение в разные стороны и вот отрисовал маленькие пасмы которые непослушно но как-то по-своему красиво упали на лоб сейчас опустился в области шеи и так как я с ней практически совсем не работал то сейчас догоняю упущенное прокладываю где это не хватает уплотняю вернее где это не хватает с помощью средней кисти общие пятна для того чтобы скрыть санкир и тем показать более выразительно форму форму самой шеи ну и работаю со всеми слоями то есть с первым светом со вторым светом в ту меру как это я делал на личном приятного удовольствия на на лоб в макарь для вот где-то что-то переборщил сейчас подправляю то есть с помощью ластика я убрал второй свет штриховочно так графично продолжаю в области ключицы показывать вот эти подоживочные участки но и перехожу к оживкам и более их активирую в местах где они должны быть так прописываю более уверенно и насыщенно сами движки также здесь главное не переборщить с их количеством с их насыщенностью очень важно сохранять модуль вернее и их ритм это расстояние между ими в целом так уже вроде бы работа завершилась и сейчас я взял такой инструмент лассо называется в художественных программах и точечно с помощью стилуса это очень удобно обвожу по контуру по внешнему контуру лика и шеи его внешний такой силуэт ввожу и буду инвертировать область выделения это мне даст возможность четко убрать с помощью ластика все лишние мазки которые я сделал выходя за границу лика таким образом у меня получается чистое чистое рабочее пространство чистый лик и все это очень легко делать в этом цифровом формате нажал слой взял на инструмент который надо там или ластики или еще что-то и быстренько вот правил совсем другое дело в красках если что-то там вышел конечно там уже намного сложнее все исправлять перекрывать надо наращивать слоями краски или счищать но в разных случаях по-разному ну вот так вот друзья в целом вышла в принципе по моему мнению достаточно неплохо что радует то что образ получился чистым приятным это своего рода даже можно сказать такая не то чтобы реставрация но обновление обновление образа потому что все иконы у нас они уже повреждены временем естественно красочный слой не удерживает агрессии внешней среды в разных случаях по разному где-то больше где-то меньше где-то кракелюр где-то там пожелтение где еще какие-то проблемы и в принципе вот благодаря современным цифровым технологиям можно это все заново отрисовать обновить и конечно же результат зависит от общего уровня мастерства человека который будет этим заниматься а это то что я уже смог сделать по всему образу пока что так не забудь пожалуйста о моей просьбе лайка и комменты продвигай видео в топе делай иконопись модной не забывай любой тренд только в твоих руках на этом все пока а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok